Приветствую друзья, с вами Дмитрий и вы заглянули в бункер мрачного оптимиста. И сегодня мы с вами посмотрим на стоковый танк СТ-1. Было очень много писем, сообщений от моих подписчиков и зрителей, которые были направлены на то, чтобы донести до меня информацию, что СТ-1 это худший танк в стоке и на нем играть вообще невозможно. Меня предостерегали, то есть там и так далее. Могу сказать, что отчасти, наверное, это правда, если, по крайней мере, не пользоваться некоторыми хитростями, о которых я вам, конечно же, сегодня расскажу. Вот, и могу вам сказать, что это не первый дубль с этой записи. При первом дубле меня в начале боя продамажил свой, я решил это не выкладывать и, как ни странно, я потом затащил бой. Вот это было очень эпично и, блин, очень жаль, что это пропало. Но я попытаюсь сегодня повторить успех, вот, по возможности, вот. Ну давайте, в общем, перейдем к машинке уже, подробненько все посмотрим. Значит, запас прочности без топовой башни, конечно же, мал. Ну, это у всех танков стоковых такая беда, то есть тут глупо чему-то расстраиваться. Динамика. Динамика у машины очень посредственная, я бы сказал. Он быстрее, чем, допустим, некоторые ПТ медленные, то есть британские там и американские. Он, ну, скажем так, то есть его динамики достаточно, чтобы ехать по какому-то направлению и продавливать его, в общем. Или задефиться там где-то, но менять фланг, там как-то действовать, заходить там в борт на нем невозможно. Вот, по крайней мере, с стоковым двигателем это точно. Вот, ну, это все-таки тяж, тяж такой жирный, поэтому это тоже не самая большая проблема, с этим тоже можно жить. Бронирование. Бронирование корпуса у танка хорошее, вот, правда, оно достаточно сильно дифференцировано. У нас, как вы видите, схема бронирования похожая на ИС-6, вот, пожалуйста, то есть тоже верхний бронелист и скулы. Вот, чтобы вас не пробивали верхние бронелисты, этот танк нужно ставить немножко ромбом, то есть где-то вот так. Вот, не больше, ребята, не вот так вот, то есть именно вот так. В таком случае вас практически невозможно будет пробить в эту скулу, будет гораздо сложнее пробить в эту, ну, то есть в верхний бронелист, и вот в эту скулу будет пробить вообще невозможно. Но, слишком сильно не доворачивайте, это может сыграть с вами злую шутку. Бронирование башни, а забыл сказать еще, НЛД, ребята, у нас торчит, никуда не деться, пробивает в НЛД довольно просто, надо стараться его не подставлять, единственное, что я могу вам посоветовать, не всегда, конечно, это удается, но иногда это возможно. Бронирование бортов, кстати, 140 мм, это хорошая цифра, и танковать бортом на этой машинке очень-очень приятно, единственное, что нужно знать, когда вы танкуете бортом, естественно, у вас должен быть спрятан ваша передняя часть, и старайтесь не подставлять щеку, потому что при танковании бортом щеку залетает очень даже, так скажем, легко и просто, ну, это, конечно, зависит от скилла той, с противника, с которым вы бодаетесь, но надо помнить об этом, и стараться как-то поосторожней, что ли, действовать. Бронирование башни стоковой, оно посредственное, то есть стоковая башня, она очень уступает топовой в этом плане, ее пробивают, во-первых, в крышу, во-вторых, в командирские лючки, в-третьих, ее могут пробить тупо в лоб, вот в эти вот места, она пробивается сюда, ребята, с мощных пушек, поэтому танковать полноценно через башню я бы не посоветовал на этой машине, то есть, по факту, бронирование башни у этого танка хуже, чем бронирование башни, верхней части корпуса, по крайней мере, кроме НЛД, вот, поэтому будьте внимательны и помните об этом, то есть, не нужно пытаться через башню вытанковать какой-нибудь Т-30, или там, не знаю, 268-й, он, скорее всего, вас туда пробьет. Что касается орудий, именно здесь и зарыта, как говорится, собака, то есть, если вы качаете эту ветку вообще единственной среди тяжей советских, то у вас открыта по умолчанию пушка только Д-25Т. Ребята, вообще, заклинаю просто вас, не вздумайте с ней выкатываться в рандом, потому что, во-первых, вы узнаете очень много себе нового от ваших союзников, когда они это увидят, о ваших родителях, возможно, тоже что-то узнаете, поэтому лучше так не делать. Танк с Д-25Т абсолютно, практически, на 100% бесполезен, потому что даже на голде она никого не пробивает толком, вот, и ездить с ней нельзя. Как этого избежать? Для этого вам нужно прокачать танк ИС-3, он находится в другой ветке, и пушка БЛ-9, она у него топовая, вот, это сделать, ребята, реально несложно, то есть, никаких проблем я не вижу, ИС-3 отличная машина, и он вас порадует, поэтому лучше его прокачайте, спокойно откройте на нем БЛ-9, и потом уже покупайте СТ-1. В этом случае у вас будет возможность поставить на стоковую ходовую пушку БЛ-9. Вот, я катаюсь именно с ней, и она гораздо лучшими характеристиками обладает, то есть, тут пробитие ББшкой-225, что позволяет уже пробивать, во-первых, всех в борт спокойно, даже танки 10-го уровня и 9-го. Вот, во-вторых, у нее есть голда, которая, скажем так, пробивает вообще неплохо, в принципе, можно пробивать даже в лоб, 9-ки, 10-ки, это уже приятно. У нее получше точность, у нее, скажем так, получше скорострельность, но, нет, насчет скорострельности не уверен, но, по крайней мере, она, при попадании вы можете нанести урон вашим противникам, это уже важно. Скорострельность у нее, конечно, не очень, лучше, чем у ИСа-3 немножко, но незначительно, то есть, лучше, конечно, вам по ДПМу в размен с топовыми девятками вражескими не вступать, вас разнесут. Вот, вот такие вот дела. Что касается дополнительного оборудования, тут у меня все довольно стандартно, то есть, это стабилизатор, это досылатель и это оптика. Оптика стоит по той причине, что у топовой башни обзор всего 360 метров, это мало. Вот, и танк без оптики, он слепой, вот, честно вам скажу, то есть, либо оптику, либо стереотрубу я вам рекомендую поставить. Но, если вы играете во взводе с союзниками, у которых хороший обзор, допустим, вместе, то в таком случае можете поставить приводы наводки вместо оптики, и в этом случае вам проще будет стрелять. Расходники стандартные, экипаж у меня, как вы видите, такой достаточно дифференцирован по скилу, то есть, у командира еще не изучена лампочка, но она вот-вот будет. У остальных обязательно ремонт, без ремонта, ребята, на этой машинке делать просто нечего в рандоме, вам будут постоянно что-то выжбивать, там, модули будут гусеницы снимать. И в случае, если вы будете стоять на гусле по 10 секунд, вы умрете очень быстро. Вот, ну, а дальше уже там на свое усмотрение можете ставить. Как вы видите, у меня очень много голды, то есть, больше чуть-чуть даже половины, и ей стрелять приходится часто. Вот, танк немножко может уйти в минус на голде, при условии, что вы будете, конечно, попадать и дамажить, а не просто стрелять в белый свет, как в копеечку. Но это лучше, чем, скажем так, ездить и никого не пробивать. Лучше уйти там в минус небольшой, да, но нормально настрелять опыта дамага, чем, допустим, уйти там в ноль, там, или в небольшой плюс и ничего не нанести. Вот, ладно, давайте, в общем, перейдем уже в рандом. Я немножко и так затянул начало. Ну, надеюсь, что нас сегодня рандом не будет сильно, скажем так, не будет сильно раздражать. Так, рыбацкая бухта, карта. Угу. Так, смотрим, с кем нам придется бодаться. Во-первых, три арты сразу же, обращая внимание. Такие арты, как лора или гв пантер, они способны, скажем так, нанести вред нашему танку, но не очень большой. То есть, они не смогут нас ваншотнуть, как-то пробить, то есть, ну, это практически невозможно. Будет прилетать что-то в районе 400, 300-400 здоровья, отниматься от их выстрела. Вот, но гв тигр, ребята, может нам ушатать на 700 и на 800 даже, поэтому арты придется бояться. А бодаться нам придется, скорее всего, с Е-75, с Сентурионом, думаю, вряд ли, Т-30, возможно, Объект 704. Ну, то есть, противники с, скажем так, с неплохой частью... Ну, у Е-75 действительно хорошая броня достаточно, а у Т-30, у Объекта, у них хорошие пушки, которые могут нам... Я первым выстрелом заряжаю сразу же, кстати, под калибр, почему, попытаюсь объяснить, потому что часто бывает, что первый выстрел приходится совершать как-то не особо выцеливая, То есть, просто, как говорится, с... Ну, как-то так вот, на реакции и высокое пробитие поможет вам этим первым выстрелом нанести урон. Так, вот, попробуем лорку зафигачить. Нет, она заныкалась. Так, да, она заныкалась. Так, Е-8 поехал в город, ну, не самое лучшее решение, вам честно скажу, на Е-8. Ну, если он топовый, еще ладно, если он не топовый, ну, хотя, вроде как, топовый. Хотя, может, и нет, я, честно говоря, не помню, сколько у него здоровья, а у топового. Так, вот, Е-75 уже на месте. Так, лёгко получил. Так, там, наши уже подгребают по полной программе, как говорится. Так, сейчас нужно будет занять позицию. Вот вы видите, что я еду под углом, и Е-75 меня не смог пробить. Более того, то есть, эта позиция хороша еще тем, что тут по нам не может толком стрелять артиллерия вражеская. Вот я бы на месте Е-8 все-таки меня пропустил. Вот он мне не дает, то есть, нормально действовать. Я, правда, тоже ему, но... Отлично, удалось продамажить Е-75. Так, у меня что-то слишком тихо в наушниках, я чуть погромче сделаю. Так я и не смог нормально настроить. У меня вечно то громко, то тихо, ну, как обычно, короче. Там 704-й, нужно быть аккуратным на самом деле, потому что он может меня пробить даже в борт под неплохим углом. Так, я вот сейчас думаю, надо на льва продамажить. Вот видите, да, вот Е-8 он продамажил. Так, льва. Ну, там арта может закинуть, то есть, нужно быть аккуратным. Так, все, 34-ку нашу слили. Вот я встаю на место Е-8 и сейчас будем танковать через борт. Заодно и посмотрим, каково это на этой машинке. Аккуратно сводимся. Ну, вы видите, да, что он меня пробил в скулу. Но ему повезло на самом деле, что он в нее попал. Это чисто везение. Я думаю, вряд ли он ее выцеливал, учитывая, что он только развернул дуло и сразу на меня. Попал. Вот, ну, так он меня, конечно, в борт не пробьет. Под таким углом это, я думаю, понятно всем. Но в скулу, говорю, видите, залетает. Вот так, 112-й, это печалька. На самом деле. Тут просто, если он сейчас резко поедет на меня, это будет довольно неприятно. Так, наши что-то сливаются. Я думаю, что, ну, этот бой, скорее всего, уже слит. Затащить на стоковой машине мне вряд ли удастся. Я просто хочу немножко поудобнее встать, чтобы со 112-го можно было посражаться. Да, они сейчас всей толпой, наверное, прорашат. Но это хорошо, то есть, потому что это все-таки восьмерки, они заколебутся у меня. Так, еще Лева сзади. Ну, давайте, вылазь-то, чего? Так, вот Т-30 это плохо. Да, вы видите, что он меня пробил легко. Вот, и... Конечно, будет довольно тяжело. Вот, наш Лева почему-то не помогает нам абсолютно вообще. Все, поиграл. Ну, что, 2000 урона, сами видели, то есть, нас просто задавили. Вот. Бой не очень показательный, но... Не надо думать, что когда вы танкуете бортом даже на СТ-1, пусть это отличный танк, который действительно подходит для этого, что вы неуязвимы. Потому что, вы видели, щека торчит, 704-й, ну, да, ему повезло, но он меня туда попал и пробил. Плюс меня задавили просто массой. Потому что на нас выехало там 4 танка, плюс еще объехал сзади Лев, плюс приехало ПТ 9-го уровня, да, с высоким пробитием, и нас просто разобрали. Вот. Естественно, затащить невозможно. Вот физически просто на этом танке, вообще, вот, по крайней мере, на стоковом, и, по крайней мере, при такой вот ситуации, это невозможно. Вот. Потому что все союзники послевались. Вот. Ну, мы проиграли, как я сказал. То есть, изначально было понятно, так как, говорю, наши зачем-то все полезли, то есть, они не... Вместо того, чтобы спокойно как-то задефиться, стоять, то есть, играть от позиции, они поехали зачем-то непонятно как, и все просто наполучали дамага очень много. Вот. Вряд ли, конечно, нашим удастся уже затащить, тем более сейчас приедут уже за нашей артой. Вот. И непонятно, зачем 704-й здесь встал, вот, вообще. Ну, он надеется еще пару выстрелов, видимо, сделать успешных, чтобы у него еще пушка сломана ко всему хорошему, и выведу боевую кладку. Конечно, ребята, стоковый СТ-1 это плохой танк, то есть, не надеетесь, что он доставит вам какое-то удовольствие, на нем играть неприятно абсолютно, ну, по перечисленным причинам, то есть. Да, ну, хоть догадался довернуть 54-й. Не, 54-й неплохо сыграл в этом бою, к нему вообще никаких претензий, он нормально продавил направление. Вот, единственное, непонятно мне, зачем он подставляет борт противнику. Ну, понятно, в общем, все с этим боем. Хоть бы воина взял, что ли. 112-й сейчас его убьет. Нет, смотрите-ка. 704-й. Да, на ходу убил, тоже повезло. 704-му что-то фартит, короче, в этом бою. Вот. У меня, кстати, сразу скажу, что топовая пушка на СТ-1 открыта уже, то есть, я ее прокачал еще на ИС-8, вот, но ее, естественно, нельзя поставить в стоковую башню, сами понимаете, ее нельзя поставить, а башню, в свою очередь, нельзя поставить надходовую. Ну, конечно, мне будет проще вывести его в топ, то есть, но все равно на это требуется время, так как ходовая вместе с башней стоит немало. Вот, и времени это займет, я думаю, порядочно. 2000 урона, это, конечно, очень мало для девятки, но сами видели, то есть, как, что было. Я думаю, что я, наверное, ну, нанес, ну, вот, на третьем месте я подамагу, то есть, хорошо сыграл 704-й, ну, вот, нормально, скажем так, сыграл, и 54-й. Остальные, конечно, наши топы, то есть, 704-й, один выстрел сделал, прототайп ничего не нанес, толком ИС-8 слился, там, ну, все слились, короче, 34-ка вообще с нулем урона. Вот, давайте еще откатаем, может, в этот раз нам больше повезет. М, монастырь. И кинул у нас в десятку. Вот, в десятке, конечно, очень тяжело на стоковый СТ-1, особенно против вот таких противников, как ФОЖ. Почему? Попытаюсь объяснить, потому что у ФОЖа, у него лобовая броня такая, что ее пробить даже голдой практически невозможно, то есть, ну, вот, в лоб тупо. Можно пробить только в НЛД или в командирские, там, вот эти лючки, дальномеры, там, и так далее. Пробить его, говорю, просто в корпус, можно даже не пытаться. Даже голда его туда, ну, с вероятностью пациентов 90, она туда его не возьмет. Вот, а он меня, в свою очередь, очень легко пробивает, и может меня вынести с одного барабана просто. Причем даже с гарантией. Вот, ну, при условии, конечно, что пробьет все, все разы. Так, я не собираюсь ехать в кишку, потому что, ну, во-первых, у них арта девятого уровня, во-вторых, у них ПТ-шек много, Тортоис, там, 704, ФОЖ, Е3, не хочу с ними бодаться. Кстати, с Е3 та же самая ситуация, вот, его пробить можно тоже только в НЛД с этой пушки, в которую еще нужно попасть. Вот, что сами понимаете, довольно-таки непросто. Заодно посмотрим на динамику, так как в том бою я что-то не обратил на это внимание. Но я сейчас с горки еду, конечно. Вот, а что касается езды по прямой, вы сейчас сами все увидите. Вот, динамика, ну, вы видите. То есть, я еду, в среднем танк едет примерно 27-26 км в час по прямой. Вот, это не так уж мало, конечно, но и немного. Вот, ну, это я сейчас, скорость падает по той причине, что, во-первых, тут небольшой уклон, во-вторых, я поворачиваю еще, при повороте скорость теряется. То есть, по дороге он едет где-то вот в районе 26-25 км в час. Вот, именно для этого я и качаю здесь король бездорожья, чтобы была возможность проще гораздо ездить по слабым гнутам, то есть, чтобы скорость так не терялась. Так, 804-й приехал. Да, ИС-8 уже как-то слился. А, ну да, он поехал в пешку. Молодец, парень. Просто. Пришел к успеху, как говорится. Не пробил. Ну, это 704-й, у него там фальш-борта, все эти хрен пробиваешь. Е-100. Блин, а. Придется залазить наверх сейчас, потому что никто туда не едет, надо кому-то дефить это место, потому что могут сверху приехать. Я буду заниматься как раз вот этим, наверное. Тут неплохая позиция, потому что, ну, относительно, то есть, единственное, мне может арта запиндюрить, а так тут нормально. Батчат. Вот, я сейчас целенаправленно, то есть, стою так, чтобы он не мог по мне нормально стрелять. Я зря, кстати, голдой по нему стреляю, конечно. То есть, вот удачная позиция для СТ-1. Не могут нормально противники работать по мне. Правда, хорошо могут зато работать по моим союзникам, но это уже не мои проблемы. Попробую высунуться, дать дамаг и засунуть. Блин, немножко надо было ниже стрелять, я не хватило угла, и я выстрелил ему в довольно защищенную часть. Ну вот, вы видите, да, что пробить меня не так-то просто им на самом деле. Вот, и... Ну... Вот, меня еще ни разу никто не пробил, кстати. Отлично, стой... Так, вот он мне засовывает сейчас в башню, смотрите. А у парня... Нет, ремонт изучен, но не на 100%. Вот. В принципе, голдой здесь можно не стрелять было, я уж просто стрелял тем, что заряжено. Вот, ну они, да, они поняли, что им тут не продавить так просто, меня не выкурить отсюда. ИС-101 отлично подходит для того, чтобы... Ооо, ребята. Это печалька. Так, сейчас добирать надо. Так, вот сейчас по мне закинула арта, ребята. И сейчас, смотрите, то есть я встал уже... Меня просто поставили на каток таким образом, что угол стал слишком большой, и мне... Меня удалось пробить борт. Арта, это вообще, наверное, самая большая проблема для СТ-1. Наши опять слились все на всех флангах, там, и на этом, ну... Сейчас арта по мне, наверное, добьет. Надо что-то делать. Вот, ну Е-100 приехал, все. Доигрались, называется. Угу. Я отстаю так, чтобы мой лоб скрывал... Так, ну все, тут уже, конечно, ничего не... Я поеду тупо на 103 и поеду его убивать. Тут потому что... Хотя ФОЖ, конечно, зря я, наверное, так поспешил. Да, ну вот артиллерия меня допинала, собственно говоря. То есть, несмотря на то, что мы проиграли, бой получился очень интересный, в том плане, что по нему было отлично, видно все плюсы даже стока в СТ-1. То есть, вы видели, что меня очень много раз не пробивали. Мы сейчас в конце боя посмотрим статистику, посмотрим потенциально полученный урон, и вы в этом убедитесь. Через борт отлично, то есть, танкуется. Противники 9-го уровня и СТ-шки 10-го меня плохо пробивают. Почему? Потому что у них подкалиберные... Вот у СТ-шек 10-го уровня, у них подкалиберные боеприпасы. А подкалиберные боеприпасы, они имеют ухудшенную нормализацию. И, соответственно, при попадании во всякие скосы, пробить им меня сложно достаточно. И вы в этом, ну, вы это видели своими глазами. Сейчас мы посмотрим. Вот, ну, команда опять попалась непонятно из кого. То есть, я на втором месте по урону, при том, что у нас ФОЖ даже нанес 155-й меньше, чем я. Как это возможно? Я не знаю. Батшат. Ну, эти ладно, еще более-менее. То есть, ну, Ягдпанзер Е100, один выстрел. Арта ничего толком не постреляла. ПТ-шки Е100 вообще практически ничего не сделал. И часть там топов слилась вообще с нулем урона. Вот, давайте посмотрим. Я вытанковал 6-700, ребята, урона. Вот. Это еще далеко не предел. И, ну, я, правда, ушел в минус. Я просто, скажем так, забыл поменять на ББ-шки снаряды. Там была возможность. То есть, стрельбы и ББ-хами, когда там бортом они выезжали, просто... Ну, я играю, еще комментирую. У меня не хватает на все внимания. Поэтому, как бы, это мой косяк. Но, в целом, то есть, вы видели, что СТ-1 даже стоковый способен неплохо дефиться. Именно вот в дефе он хорош. Действительно, хорош. И мало какой танк на 9-м уровне может с ним с этим, в этом посоперничать. Вот. Ну, что я могу посоветовать всем, кто решил прокачать эту машину? Не забываем прокачивать БЛ-9. Запасаемся терпением. Я не знаю. Ну, и стараемся выводить в топ. Единственное, могу посоветовать кататься во взводе. Потому что в одиночку, ну, сложно что-то сделать. Вы видели, что постоянно меня... У меня, скажем так, в два... Оба раза все закончилось тем, что меня просто тупо с двух сторон объехали. То есть, что в предыдущем бою меня Лёва там, да, начал сзади давить. То, что в этом бою, когда уже там убивали нашего Фоша. То есть, уже не было возможности как-то играть от позиции. Нужно было как-то двигаться. В этом случае уже, конечно, я начал получать урон. Ну, и, конечно же, не забывайте про арту. Она, говорю, очень такой серьезный враг для СТ-1. Наверное, один из главных. Вот, ну, наравне с ПТ-10. Вот, ну, надеюсь, что видео было интересным. Надеюсь, что теперь вы узнаете, по крайней мере, как вам проще пройти эту машинку. И выкачать ее в топ, наконец-то, уже. Вот, если есть какие-то замечания, предложения, пишите в комментариях. Вступайте в группу ВКонтакте. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, до скорого. Пока.